всем огромный огромный привет мои дорогие еле дошла знаете у нас сегодня обещали дождь но вот сейчас где-то примерно 20 но больше 25 я смотрю у нас сегодня целый день было я даже смотрела на телефоне было где-то около 30 обещали дождик дождика не было правда сильный такой ветер но он теплый вот он теплый настроение что-то нету сегодня у меня небольшие покупочки вот совсем маленькие потому что у меня дома кое-чего нету прикупил и я вам обещала давно вафли давайте были делать домашние вафли как раз мне нужно что-то сделать завтра чтоб на завтрак на перекус что берем для домашних вафель я беру 3 яйца сметанку сметанка у меня чуть-чуть у нее вышел срок годности но это ничего в принципе страшного как раз вот на такой сметанке и нужно делать вкусные привкусные домашние вафли так сметана у меня легкая хотя она еще прям вообще хорошая до прям вообще замечательная сметана вафли с ней будут на уран так а что же мне взять вот эту ложку взять давайте разбиваю 3 яйца муку я уже тоже приготовила буду вам сейчас замешаю тесто буду показывать покупки покупки абсолютно небольшие даже можно сказать махонькие покупочки но все нужное разбиваю 3 яйца прям сюда в миску где буду смешивать не буду использовать никакие миксеры ничего просто взобью обычному венчиком я уже так делала вафли много раз получается вкусно причем я делала и на ряженки и на простокваши и на кефирчики и вот сегодня на сметанке просто мне хочется сработать сработать эту сметанку попало это шаруха с утра заниматься этим конечно же некогда я не говорю что это прям быстрый какой-то рецепт для завтрака но если это вот приготовить как раз с вечера ничего с этими вафельками не будет они будут такие же вкусные вкусно приготовлены не хорошо конечно что я тут лазью пальцами но у меня руки чистые опа вот так 3 яйца это я сразу у меня нет пакета для мусора надо будет сейчас принести пакет для мусора 3 яйца я буду делать вафли не очень сладкие вы добавляете сахар по своему вкусу добавляю сахар ну примерно три столовые ложки это примерно но кто любит сладкие сразу говорю это не сладко добавляйте больше кто любит послаще потому что в принципе такие вафли есть можно с огущенкой с вареньем с джемом с медом поэтому лишний лишнюю какую-то такую сладость я не кладу дальше венчиком все это взбиваю не нужно ничего использовать никакие миксеры прекрасно тесто для венских вафель мешается обычным венчиком так взбила щепотка соли тоже нужна щепотка соли чтобы сбалансировать вот так вот вкус иногда для баланса вкуса нужен сахар иногда для баланса вкуса нужна соль как-то дождик прошел мимо нас я уже думала что сегодня будет холодно нет завтра тоже обещают где-то 2829 а уже 1 сентября такую холодную погоду я прямо жду не люблю жару я уже вам не раз это говорила сбили яйца с сахаром и солью отправляю сюда сметану сметаны у меня сейчас я вам скажу чтобы было точно мало ли кто захочет этот рецепт повторить 315 грамм 315 грамм сметаны отправляем сюда наряженки обалденные вафли получаются я делаю обычно или наряженки или делаю на греческом йогурте тоже очень хорошие вкусные вафли эту ложку я отправляю мыть яйца не повесила пакетик просто мусор выносила и уже взбиваю размешиваю яйца вместе с сахаром со сметаной и солью все быстро у меня есть сметана новая я купила новую а это уже так как срок годности вышел буквально пару дней хотя ее можно было съесть я вот приготовлю сметана вкусная не горькая даже не скисла представляете и вот так вот все делаем смотрите какая у нас получается масса вот такая очень классная и сейчас тесто намешаю как раз вафли нажарю вафель будет не очень много я буду делать в электровафельнице сейчас как только буду жарить и буду вам рассказывать про покупки так дальше можно было какой-то добавить ванилин или чего-нибудь еще но у меня этого ничего нету никакого не ванилина ничего единственное чтобы были покислее вафли можно добавить лимонную кислоту сейчас может быть я что-то это из этого из этого и сделаю разрыхлитель разрыхлитель их где моя кружка месить муку и кружка для муки муку буду класть на глаз потому что я примерно знаю какое тесто тесто не должно быть слишком такое густое да ну и не должно быть слишком жидкое как бы обычное такое нормальное тесто это какой-то прям бардач бардач так насыпаю муку сейчас вначале возьму 5 ложек в 3 4 давайте вот 5 ложек 5 ложек муки еще сюда можно добавить в это тесто растительного масла вот так прям добавляют две столовые ложки так две столовые ложки он у меня потекло что и надо уже поменять суда и просеиваю прямо стакана муку вот пока пять столовых ложек с горкой и добавляю примерно где-то половинку чайной ложечки разрыхлителя вот не полную чайную ложечку а половинку видите как быстро замешать я прибежала до и и мешаю все быстро мешается венчиком не нужно ничего тут мудрить даже можно тесто попробовать вот так раз 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 но тут немного вафель будет совсем немного 4 вафель если получится и лимонной кислоты прям совсем чуть-чуть прям совсем немного пищевой лимонной кислоты где-то вот так хочу такие вафельки чуть покиселей эту лимонную кислоту оставлю буду чайник чистить очень хорошо чистится чайник лимонной кислотой и замешиваем тесто не очень получается много но ничего страшного мне не нужно много я все же на диете поэтому наверное у меня такое не очень настроение хотя я стараюсь знаете пить витамины какие-то минералы в общем и комплекс витаминов все равно настроение как говорится нету ничего страшного смотрите какое получается эластичное тесто очень классная без всяких комочков и вот ну наверное наверное еще ложку прям муки добавлю прям ложку только не нужно делать тесто слишком густое и что самое главное мне нравится в этих вафлях не нужно никакие там доставать миксеры я в принципе на блины также тесто быстро могу намешать раз 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 ну вот все нормальное тесто не нужно слишком тоже забивать мукой все тесто шикарное тесто хорошее я сейчас несу это убираю очень удобный такой стаканчик я его не мою прям так убираю в пакетике мою примерно где-то раз в месяц или по мере такого сильного загрязнения но в принципе какое у вас там загрязнение да мы же только муку просеяли ну какое может быть загрязнение так муку убираю вот и все девчонки тесто готово тесто хорошее просто классная даже можно такое чуть кисленькая получилось это даже хорошо вкусно я сегодня ужинать ничего не собираюсь купила кефир сейчас принесу знаете что вафельницу буду жарить вафли уже вам показывать покупки вот такая у меня вафельница я сейчас ее включу дам ей нагреться потом немножко смажу маслом пускай она нагреется огонечек загорелся все немножко дам смазать маслом потом и что я купила как раз буду делиться своими покупками потому что мне нужно уже убирать это все в холодильник я купила салат фрелиз вот такой немножко знаете он какой-то здесь поломанный такой ничего страшного от не его холодильник купила печенье акции традиционные юбилейные такие какие-то шоколадом типа печенье не печенье вафли не вафли даже нет не вижу не вижу что это какие-то вафли шоколаде купила грибы грибы были по акции что-то по хорошей такой цене я знаете хотела крупные грибы чтобы приготовить на кулинарный канал рецепт один интересный но с мелких приготовлю ничего страшного может быть даже какой-нибудь другой рецепт будет ничего страшного так ну что здесь нагревается надеюсь будет работать я давно ничего в ней не пекла и взяла молоко и кефир два пакета молока в пакете и два пакета кефира в пакете сегодня на ужин вот только кефир выпью и все повторюсь что вафли я это делаю на завтра не накладываю тесто в вафельницу она уже пара прогрелась аккуратнее как-то она стала девчонки шуметь странно шумит как бы так гудит даже странно раньше я этого за ней не замечала не воняет ничего ну просто как вот так гудит накрываю давайте посмотрим что у нас получится обязательно покажу какие вафли так что такие у меня сегодня были скромные покупки если честно не хотела вообще ничего покупать вот купила салат ну вот просто так салат резать у меня нету ни помидоров ни огурцов пошла в палаточку надо на рынок идти что-то магазинах и нет никаких но не нашла и ни огурцов ни помидоров хороших по пути о жарит жарит сколько такие вафель вафельницы жарится минуты 3 5 ну посмотрим пускай жарится я как раз а еще шпроты девчонки взяла шпроты смотрите какие классные в баночки все одни к одному шпроты из балтийской кильки в масле тушки взяла на пробу попробовать производство калининградская область калининградская область взяла попробовать хочу попробовать просто вот эти шпроты я когда новые какие-то вижу на пробу беру и сейчас поставлю чай сейчас я наверное попью чай я такая мокрая надо идти тоже в душ сейчас попью чай травяной а потом буду потом буду уже подпомоюсь когда она вечер уже на самый уже на ночь выпью кефир стараюсь худеть сейчас все сентября точно уже за себя возьмусь потому что ну это не дело уже буду заниматься грушей ладно похудеем ничего страшного ну что там давайте глянем главное чтобы ничего не сгорело я думаю наверное минут пять нужно не отлипают девчонки надеюсь сейчас все отлипнет потому что тесто еще наверное такое жиденькая я приготовлю такую интересную тарелочку покупала в свое время их ведь какая красивая кофе такая у меня тарелочка для завтрака положу в эту тарелку причем если хотите эти вафли с утра можно даже подогреть да что-то не особо отлипают сейчас я их отлеплю и посмотрю что с ним такая у меня оказия получилась смотрите вафли оказались не тут а тут сейчас буду их снимать правда до смешного я великий вафлепек так великий вафлепек буду их снимать они почему-то кверху у меня приклеились хотя я наверху тоже мазала какие они воздушные не оторвешь девчонки сейчас буду пытаться отрывать почему-то приклеились к верху хотя я вверх тоже маслом то смазала может немножко подольше их еще подержать и они как бы отлипнут да такая красота получается во первых получается очень мягкие нежные воздушные смотри какие мягкие получается они у меня вообще не сладкие получились конечно если хотите сладкие ну кто детям будет делать например конечно лучше побольше сахар добавлять но можно с медом две вафли мед какие вкусные нежные получились на сметане согрешила одну съела они у меня вышли немного кислинка из-за лимонной кислоты но сюда можно натереть яблоко например и добавить каких-нибудь ягод пока что на сметане мне нравится больше всего да нежно нежно из данного количества вот тут у меня еще на одну вафлю получается 8 9 вафель девчонки 9 вафель это вам так на всякий случай я еще рецепт этих вафель напишу внизу под видео пробуйте готовьте на самом деле невероятно вкусно просто невероятно вкусно увеличивайте количество смело можно водичкой под разбавить эту сметанку ничего страшного не будет что у меня тут вафлями я на таймере на таймере засекаю все уже поставила чайник обещаю вам больше вафли есть не буду это одна была такая на пробу ой вообще чего-то не аль о пока пока не а лед но они у меня почему-то на другой стороне надо наверное панели местами поменять почему-то открываются на другой стране поставила чайник знаете сегодня шла такая отреченная настроение нет ничего не радует ничего не интересно может быть это осень наступает они у меня что-то сверху девчонки но все сверху что это такое смотрите какая красота вот то ли это 8 то ли это просто состояние такое хотя я повторюсь я очень его осень очень люблю очень очень ну что это за вафли ну что это за вафли но посмотрите но посмотрите они у меня все вот тут они у меня все вот тут вот это наверно это наверно нижнюю наверно нижняя вафельница жарятся очень быстро получается очень вкусно сейчас я еще одну вафлю смотрите одну вафлю осталось в общем со всего количества получается 9 штук сейчас еще одну поджарю принципе быстро просто если вам одной так вообще прелесть раз 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 быстренько для себя на жаре и да и все и тесто вкусненькое и закрываю все пять минут и готова ну и вот такие вафли у меня получаются пробуйте готовьте буду очень рада если вы приготовить по моему рецепту обязательно напишите комментарий понравились ли вам эти вафли или нет также можно и готовить с различными начинками яблочко например потрите будет очень вкусно либо посоветуйте мне тоже какой-нибудь рецепт как вы готовите вафли я обязательно его приготовлю вместе с вами для вас всем огромное спасибо до свидания пока